я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана сегодня мы с вами будем делать гороскоп на неделю как обычно мы сегодня с вами будем смотреть с 20 по 26 ноября для каждого знака зодиака что ожидает на неделе перед началом хочу вам рассказать наверняка в описании вы видели определенные ссылки на онлайн практики ритуалы здесь вы по данной ссылке которые я вставляю вы можете для себя приобрести нужную практику которую я выставляю его непосредственно по ссылке практики которые я даю по ссылке вы можете приобрести вы оплачиваете вам сразу автоматически приходит и ссылка на видео практики будут разные на разные сферы жизни которые вы можете приобрести для себя для своей семьи для своих близких для улучшения какой-то определенной сферы практике ссылки я оставляю разные и в описании вы можете увидеть и если вам нужно предположим определенная практика то вы можете ее спокойно приобрести и вам сразу автоматом будет приходить уже ссылка на практику но сегодня давайте с вами посмотрим мы с вами будем смотреть гороскоп на неделю для каждого знака зодиака что ожидает в этот период и так по традиции как обычно первые знаки у нас идут это овны смотрим и так овны что-то немножко сложный период у вас немножко идет олине на принципе все разрешится но конечно терпение и терпение овны смотрите у вас идет такой период а что на этой неделе вы можете столкнуться знаете как с определенными трудностями да особенно это может быть в общении это могут быть какие-то юридические вопросы это могут быть финансовые вопросы что вам придется как-то но немножко сложно как с кем договориться с кем-то решить какие-то вопросы а если вы сумеете проявить терпение мудрость то концу уже недели вам обеспечена вы знаете такое заслуженные награды не нужно бояться вот каких-то катастроф да не нужно бояться что что-то сорвется просто занимайтесь тем вот что вы для себя ставите какие цели просто занимайтесь своими вопросами вам очень важно вот наоборот на притяжении недели укрепить какие-то позиции и особенно денежного характера вы сможете это сделать у вас это получится также очень важно найти компромиссы и найти некий баланс понимаете то есть между определенными ситуациями либо людьми возможно что вы захотите даже больше не захотите а больше идет ситуация что вы будете спешить в каких-то вопросах но вот спешка для вас будет лишней ни к чему понимаете то есть не спешите особенно если вы решаете очень важные вопросы то есть пытаясь вот поскорее решить какой-то вопрос вы можете наоборот какие-то аспекты потерять поэтому здесь контролируйте свое состояние и не нужно спешить то есть знаете как идет такое состояние что просто нужно дать время да чтобы можно было непосредственно организовать вот определенный баланс важных вопросов и спокойно уже дальше его решать первую очередь вы сами для себя должны понять что от вас хочет окружение и что вы сами хотите по достижению цели и только вот благодаря спокойному состоянию вы сможете обойти критичные моменты сможете обойти очень такие напряженные периоды и восстановить вот все потерянное то есть то что было потеряно это чтобы его упущено вы сможете это все восстановить это вас идет так так это нас с вами были овны теперь мы смотрим телец так тельцы что получается у вас но вообще на самом деле хоть и тоже напряжение присутствует но вы как-то быстрее решите свои вопросы на самом деле здесь в первую очередь знать вот идет такая позиция как вы должны на этой неделе разобраться именно своих желаниях разобраться в себе в первую очередь потому что желаний на самом деле очень много но вы должны разобраться и это для вас будет приоритетом то есть это поможет вам поставить вот перед собой новые задачи мы то есть и на уже будущее это позволит вам вот сориентироваться и поставить четкие цели важные задачи для себя в первую очередь здесь идет такая ситуация что на этой неделе быть очень много работать несмотря на то что может быть вам захочется да что то вот какой те уехать там все бросить но работы будет очень много и эта работа будет приносить вам хорошие деньги это будет работа приносить хорошую прибыль может быть знаете просто будет такое состояние как вы на этой неделе устанете от монотонности то есть когда вот монотонно одно и Но, тем не менее, это, наоборот, вам принесёт значимые результаты. Самое главное, очень важно следить именно за происходящим вокруг себя. То есть что происходит в вашей жизни на этой неделе. То есть чётко поставить определённые какие-то позиции, цели, определённые какие-то рамки для себя, чтобы можно было сфокусироваться на самой главной задаче. Это очень важно. В целом, неделя, несмотря на то, что будет беспокойно, но это больше, знаете как, это больше будет беспокойство, боязнь, что-то не успеть и сделать. Понимаете, у вас больше идёт именно такое состояние, что вы будете постоянно бояться, а вдруг не получится. Будьте смелее, будьте увереннее, не отступайте от своего. То есть если вы решили, будьте решительными. Это вам позволит укрепить свои позиции и максимально решить удачно свои вопросы. И также ещё у вас идёт очень хорошо неделя именно для решения каких-то личных интересов. То есть если у вас не было времени, не было возможности, то на этой неделе вы очень легко сможете решить личные какие-то свои интересы. То есть если вам, предположим, давалось с трудом, никак не получалось, никак не решалось, то как раз на этой неделе личного характера вопросы будут решены. Так, это у нас с вами были тельцы. Теперь мы смотрим близнецы. Продолжение следует... Так, близнецы. Ну на самом деле здесь, в принципе, хорошая у вас неделя. Как-то немножко, может быть, вам скучно. Либо в каком-то вопросе, да, как-то вот не верится что-то, во что-то. Потому что как-то вот вы вроде делаете, но при этом как-то уже смирились с какими-то обстоятельствами, и вам кажется, что вообще ничего не меняется в вашей жизни, вообще ничего не движется. Но на самом деле это не так. В первую очередь вам стоит сконцентрироваться всё-таки на таких вот рабочих процессах. Потому что вы вроде как наводили обстановку в доме, да, вроде как всё комфортно, всё хорошо, и вас это радует. Но вот не радуют рабочие моменты, не радуют именно финансовые вопросы. Хотя на этой неделе у вас кардинально всё поменяется. вы очень резко и быстро сможете решить именно вопросы, связанные с финансами. То есть неожиданный приход денег, который вас порадует, и, соответственно, поднимается настроение. Вы будете мечтать, вы будете принимать какие-то необдуманные решения. Вы будете мечтать на этой неделе, вы будете принимать очень-таки важные решения для себя, совершенно какие-то неординарные решения. То есть если вы раньше были сосредоточены на одном, предположим, то на этой неделе вы будете принимать решения, которые с вами вообще никак не связаны. То есть будете думать про себя, что это не со мной. Приблизительно у вас идёт так. Но, во-первых, здесь в первую очередь не расслабляйтесь, потому что, может быть, захочется, что будет хорошее настроение прекрасное, и вам захочется в чём-то расслабиться, ничего не делать, но не расслабляйтесь. Потому что на самом деле на этой неделе очень удачно и максимально быстро решите вот самые глобальные задачи для себя. Это может быть, как и связано с домом, может быть, решайте вопрос с недвижимостью. Это может очень хорошо решиться вопрос с работой, с определёнными поездками, либо с детьми. То есть всё, что тревожило, волновало, как-то резко это всё поменяется, и вы очень легко сможете решить максимально быстро вопросы. Принимайте решения не на эмоциях, а старайтесь всё-таки продумывать. То есть очень важно принимать решения именно логические. И не спешите с выводами, не спешите с какими-то высказываниями. Может быть, вам на этой неделе захочется с кем-то что-то обсудить, с кем-то что-то обговорить, решите максимально быстро какие-то вопросы. Единственное, не торопитесь. Не нужно как и выяснять отношения, потому что даже если возникнут какие-то спорные вопросы, они удачно решатся и без вашего участия. Понимаете? То есть не нужно влезать в какие-то неприятные для себя ситуации. Не ухудшайте обстановку, а сосредоточьтесь на боли, то, что вам ближе, то, что вам приближено. Это позволит вам максимально сосредоточиться и решить вопросы, которые вас волнуют очень давно. А всё остальное, то, что происходит вокруг, оно и без вашего участия решится. Понимаете? То есть вы просто на это не будете тратить ни нервы, ни времени, ни силы. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были близнецы. Теперь мы смотрим раки. Раки, а у вас наоборот. Не ждите чудес, а берите всё в свои руки. Вот у вас наоборот. Потому что здесь, смотрите, идёт такая ситуация, что если вы будете опять чего-то ждать, на кого-то надеяться, да, либо на что-то надеяться, то есть риски того, что вы упустите возможности, и потом просто будет очень сложно вообще максимально решить свои вопросы. Но вот пока идёт у вас такая линия. Вот вы что-то ожидаете, очень какой-то такой масштабный, да, какой-то проект, какой-то процесс, очень важное какое-то решение. И возможно, что, да, это решение зависит от других людей. Вот идёт пока такая линия. И здесь очень важно вам о себе напомнить, потому что возможно, что либо забыли, либо упустили какие-то моменты. И для вас очень важно о себе напомнить, чтобы сдвинулась вот как раз с мёртвой точки, да, чтобы наконец пошла реализация каких-то вопросов. Потому что если вы будете ожидать, ситуация будет только усложняться. Поэтому здесь не ждите каких-то чудес, а действуйте сами. Может быть, у вас будет присутствовать такой некий страх перед какими-то определёнными переменами, да, перед какими-то обстоятельствами. Но вам, вот больше знаете, как идёт такой вот, на этой неделе будет идти такой настрой, вот стремиться к лучшему. Вот не потеряйте этот настрой, понимаете? Вот очень важно, не растеряйте вот это внутреннее состояние, что вот у вас есть стремление к лучшему. И вам очень важно на этой неделе вот задуматься о том, что необходимо в первую очередь изменить в своей жизни, да, то есть что вы хотите в первую очередь изменить. Потому что на самом деле у вас всё легко получится. То есть если вы для себя захотите, всё легко и просто получится. Если вы не будете ждать от кого-то каких-то действий, либо ждать каких-то чудес. Конечно, да, может быть, знаете, вот будет такое состояние, что придётся сделать какой-то непростой выбор для себя на этой неделе, но вы, поверьте, с этим справитесь. То есть то, что вы будете принимать, может быть просто такое эмоциональное, да, очень тяжёлое состояние, но вы справитесь со всеми обстоятельствами. И вы для себя сможете выделить определённые приоритеты, которые будут определять и вашу жизнь на будущее. Понимаете, вот вам нужно на этом сконцентрироваться. Не бойтесь делать шаги вперёд самостоятельно, без участия кого-либо. И тогда у вас всё будет благополучно. Это у вас так. Так, это у нас с вами были раки. Теперь мы смотрим лев. Так, нулево. Так, нулево. Так, нулево. Львов, хорошая неделя. Ну, конечно, есть сложности, но это больше сложности вообще не будет, пока присутствует именно такая линия. Львы, смотрите, вообще на самом деле у вас неплохая неделя. Несмотря на то, что могут быть такие тяжёлые обстоятельства, но это больше будет связано именно с общением. Что здесь идёт, знаете, такая позиция, как очень сложно будет с кем-то договориться, очень сложно будет с кем-то как встретиться, объединиться. Но, тем не менее, здесь больше идёт ситуация, что вы как-то самостоятельно решите какие-то вопросы. У вас очень хорошо на этой неделе будет развита интуиция ваша, благодаря чему вы сможете обойти очень много неприятных моментов. Понимаете, очень много таких непредвиденных даже каких-то обстоятельств и очень легко обойдёте все сложности, все трудности. И вы полноценно справитесь с потоком дел, который будет у вас на неделю. То есть у вас прям будет такая многозадачность, очень хорошая, очень много, что вам придётся решать. Но, знаете, как если даже немножко будет страх, что вот вы не справитесь, вы справитесь совсем абсолютно. То есть здесь у вас хватит силы, энергии на всё абсолютно. Единственное, что это нужно просто грамотно спланировать свой распорядок, чтобы всё шло поэтапно, постепенно. Вот только благодаря чёткому контролю вы сможете решить свои вопросы. В принципе, неделя будет для вас комфортной, она будет очень продуктивной, она будет очень энергичной, очень много поездок, очень много разговоров, очень много внимания. Да, сложности будут заключаться в том, что не будет хватать времени лично на себя, лично на отдых не будет хватать времени. И вот в общении, но, в принципе, вы этот вопрос решите, если вы правильно подойдёте к этому вопросу. У вас просто ещё, знаете, такой момент идёт, как нужно будет балансировать между новыми желаниями и тем, что вот у вас есть на данный период, то есть текущими обязанностями. Вот очень важно вот правильно сбалансировать свой настрой, своё состояние, то есть не переключать сразу своё внимание на что-то новое, пока не завершили какие-то старые процессы. Понимаете, потому что вы просто потеряете время и увеличите для себя нагрузку, ещё вот такой момент может быть. Но вы сможете сохранить полноценно вот тот статус, который вы для себя определяете на этой неделе. То есть это не временные какие-то кратковременные позиции, а это идёт максимально вот такой, я бы сказала, уровень стабильности и уверенности. То есть когда вы идёте полноценно вперёд, когда вы получаете максимум для себя и вас это будет непосредственно радовать. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были львы. Теперь мы смотрим дело. «Откли» 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 и «Откли» неделя легкая хотя могут какие-то непредвиденные быть обстоятельства что вас это немножко знаете как такое замешательство будет а что же делать а как решить вопрос но я вижу что здесь идет такая позиция как если вы не будете на этом концентрироваться да то есть сосредотачиваться на этих неприятностях которые принципе больше такого временного характера и не особо значащий буду то есть да какой-то легкий дискомфорт может быть но если вы научитесь это обходить и не тратите силы на это то тогда неделя для вас будет достаточно легкой и здесь смотрите вот какая идет ситуация во-первых идет такой момент что вам очень важно вот постараться обходить любые стрессы обходить любые неприятные разговоры обходить любые вот моменты напряженности чтобы знаете как не усугублять какую-то ситуацию то есть если вы будете на этом сосредотачиваться то вы просто себе испортите всю неделю будете то есть старайтесь это все обойти потому что это идет такого временного характера и в дальнейшем ситуации у вас будет складываться таким наилучшим для вас образом то есть вот эта позиция просматривается это поможет больше знаете даже я бы сказала избежать какого-то стресса да и сохраните свои силы вот для дальнейших и для вообще реализации именно своих целей вы будете немножко чувствительны к обстоятельствам своей жизни вот у вас идет такая линия что вы будете немножко как-то вот чувствительно к этому если вы не будете поддаваться слабостям а четко сосредоточитесь и постарайтесь обойти вот эти все неприятные для себя ситуации но неделя будет достаточно гармоничны может быть такой момент что будет как это незапланированная поездка что возможно вас будет отправлять там от работы да либо просто вот вы не хотите а приходится куда-то ехать да то есть куда-то какую-то дальнюю дорогу и будете переживать а как эта дорога пройдет но она пройдет очень удачно для вас очень комфортно и очень удачно возможно что может быть еще знаете такой момент напряжение как не совсем до конца с кем-то сможете договориться да то есть не совсем до конца сможете решить вопросы то есть идет именно такая линия что вы вот будете перестраивать свое отношение к каким-то определенным людям будете перестраивать какие-то определенные моменты и здесь просматривается ситуация что вообще будет меняться ваше окружение даже на этой неделе и это вас может немножко пугать но вы потом уже привыкнете именно какой-то своей позиции что вот те люди которые вам предположим мешали они уходят из вашей жизни и приходят новые люди которые может быть не сразу будете доверять но потом выяснится что эти люди только вам будут во благо то есть вот все что с вами будет происходить на этой неделе вам будет идти во благо знаете и не нужно пытаться там что-то остановить какие-то процессы до либо пытаться что-то перестроить постарайтесь просто максимально не сосредотачиваться на этом и тогда на этой неделе вы обойдете очень много неприятных для себя моментов и неделю пройдет вот более знаете как для вас гармонично ну вот идет так так это у нас с вами были делаем теперь мы смотрим весы так весы что получаются у вас но первую очередь и вы будете очень активны на этой неделе то есть даже конечно немножко подустанете но вы будете очень активный и с другой стороны очень позитивно ну то есть несмотря на то что будет присутствовать такой некий дискомфорт и внутренний но соберитесь с мыслями соберитесь именно знаете с таким настроем и благодаря этому у вас решаться вопросы будьте оптимистичны вот просто знаете вот с легкостью смотрите на предстоящие события потому что только в хорошем настроении вы очень быстро и легко решите свои вопросы если вы будете сосредотачиваться на неприятном предположим да то не все вопросы смогут у вас решиться но пока идет такая позиция на этой неделе вы будете заниматься больше вот любимыми какими-то делами будете планировать будущее будете очень много общаться то есть будет немного такая для вас непривычная какая-то обстановка но это вас будет радовать что вот идет очень хорошая активность очень удачное время для каких-то новых свершений для укрепления отношений под именно эта неделя и очень важно вот уделить знаете больше время для каких-то вот новых начинаний то есть вот то что для вас новые то что для вас непривычны то есть то что вот попробуйте на этой неделе оставить вот какие-то прошлые неудачи не концентрировать до свое внимание именно на этом а наоборот сосредоточиться вот на каких-то новых задачах это даст вам определенный импульс это даст вам определенный настрой это даст вам определенную знаете такую вот и веру что то действительно всё может поменяться к лучшему. Вы сами в себя поверите. Вы поверите в удачные обстоятельства. И постепенно вы будете максимально удачно решать свои вопросы. Больше общайтесь, потому что какой-то период вы были закрыты. То есть очень мало было общения, очень мало было внимания к чему-то. Старайтесь баловать себя чем-то приятным, чем-то полезным для себя. И просто старайтесь больше общаться. И это вам позволит максимально продвинуться вперёд, максимально исполнить какие-то свои задумки, то есть какие-то свои цели, решить какие-то важные задачи. Да просто исполнить свои желания. Если вы будете сосредоточены только на позитивном, не нужно своё внимание переключать на что-то негативное и неприятное. И это отнимает и силы, и время, и энергию. Принимаем всё новое на неделе, и эта неделя принесёт массу приятных для вас эмоций и очень много полезного. Вот идёт так. Так, это у нас с вами были весы. Теперь мы смотрим скорпион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, скорпионам что-то придётся пробиваться через какие-то трудности, но да, прям какое-то напряжение скорпионы. Что-то очень у вас напряжённая неделя, но это не значит, что нужно, знаете, как-то вот отступать от своего, да, то есть продолжайте обязательно. Да, будет сложный период, будет очень тяжёлый у вас период, но верьте в свою удачу. Всё равно самые такие вот тяжёлые моменты на этой неделе вам обязательно будет подворачиваться такое, знаете, вот благоприятное обстоятельство, благодаря чему вы всё-таки сможете обойти очень много стрессовых ситуаций. Да, переживаний будет много на этой неделе, стресса будет много. Возможно, что вам придётся решать вот какие-то очень глобальные, такие масштабные задачи на этой неделе. И возможно, что будет кто-то присутствовать в вашей жизни. Ну, такое не совсем может быть человек, с которым бы вы хотели общаться, но тем не менее с этим человеком вам придётся решать вопросы. Главное — не бояться трудностей и обязательно идти к своей цели. Возможно, знаете, вот это будет такое состояние, что вам захочется остаться в тени, да, чтобы вас никто не трогал. Вот такое вот состояние, да, может быть, что захочется побыть одному, ни с кем не общаться. Вот такой пока момент просматривается. Но тем не менее не нужно полноценно закрываться, потому что у вас будут предоставляться шансы максимально решить удачный вопрос. Несмотря на то, что будет трудно, будет сложно, но вы всё равно придёте к намеченным целям. То есть вы придёте к тем результатам, которые перед собой ставите. Просто что-то может пойти не так, какие-то цели, да, какие-то позиции могут пойти не так, как вы планировали. Но если вы соберётесь с мыслями, соберётесь с силами и не будете отступать перед трудностями, то вы это всё преодолеете. Очень важно не ступать в никакие конфликтные ситуации, не ступать в никакие споры. Постарайтесь обойти все неприятные разговоры, особенно если кто-то вас будет от чего-то отговаривать. Вы сами для себя определяете и должны понимать, что только вы сами способны максимально быстро решить свои вопросы. Очень важно просто, вы знаете, поддерживать внутренний стимул для вас на этой неделе. Если вы сами над собой будете работать, поддерживать свой стимул, и всё внимание будете сосредотачивать на тех проблемах, которые будут возникать, то тогда вы это всё решите. И уже не будете, знаете, бояться дальнейших каких-то шагов, потому что вы сразу увидите, что ваши действия не напрасны, то есть не впустую, а действительно максимально решены вопросы. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были скорпионы. Теперь мы смотрим стрелец. Стрельцам на этой неделе, знаете, как не будет хватать внимания. Больше идёт такая линия, что вам захочется с кем-то пообщаться, а не совсем будет хватать внимания. В первую очередь не нужно обижаться на тех людей, которые не могут уделить вам, предположим, должного внимания. Возможно, что они просто заняты своими вопросами и обязательно смогут найти время для того, чтобы с вами встретиться. То есть вот эта ситуация, она выровняется. Просто очень много, может быть, у вас каких-то ожиданий, либо уже устали ожидать каких-то действий со стороны других людей. Но всё-таки вы дождётесь на этой неделе однозначно. Единственное, что идёт ещё такой момент, что не нужно на этом концентрироваться. Потому что высказываете что-то, пытаться выяснить какие-то отношения, обстоятельства, потому что это приведёт только к большим проблемам. Понимаете? То есть вы должны воспринимать эту ситуацию так, как она есть. То есть так, как она идёт. И попытаться понять других людей, может быть, договориться о чём-то, что это будет с вашей стороны более такая правильная позиция, потому что вы тогда максимально, в принципе, спокойно решите все вопросы. А здесь идёт такая ситуация, что вы будете поддаваться каким-то вот таким негативным эмоциям, но возьмите себя в руки. Здесь для вас больше идёт такое состояние, что вы можете, кстати, на этой неделе добиться большого успеха. Успеха, кстати, в рабочих процессах, в каких-то очень важных для себя вопросах. То есть вам даже нужно всё внимание именно переключить на это. Понимаете? Чтобы вы смогли подняться на новый уровень. У вас это обязательно получится. Но постарайтесь избавиться от негативных мыслей и эмоций, которые будут вам мешать на этой неделе, которые мешают достигать своих целей. Очень важно давать себе, знаете, отдых, чтобы вы могли как раз освободить свой разум от негативных мыслей, чтобы вы могли свой разум, наоборот, переключить своё внимание на какие-то важные цели и важные задачи. В целом, неделя, несмотря на то, что она немножко такая эмоционально нестабильна, но вы всё равно сможете договориться с теми людьми, с которыми бы вы хотели встретиться, пообщаться. То есть они будут очень активно участвовать в вашей жизни, несмотря на то, что может быть какой-то момент такого недопонимания. Но всё-таки всё это восстановится. Здесь очень важно вам ориентироваться больше, знаете, на такие какие-то задачи профессионального характера, то есть именно на работу, на карьеру, на, может быть, какие-то юридические вопросы. То есть переключите своё внимание на то, что решается очень долго. То есть не быстро, а то, что решается очень долго. То есть то, что требует внимательности, длительного такого анализа, длительного внимания с вашей стороны. И это вам позволит переключить своё внимание с того, что вас беспокоит. И тем самым вы сможете уже более спокойно решать вопросы и более спокойно относиться к тому, что вы не можете повлиять на кого-то, предположим. То есть вы уже более спокойно ко всему этому будете относиться. Но постарайтесь переключать своё внимание. Для вас это будет очень важно. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были стрельцы. Теперь мы смотрим козерог. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, козероги. Ну, в принципе, знаете, идёт такая ситуация, козероги, что неплохие у вас позиции на этой неделе на самом деле. То есть здесь вы как раз вот наоборот целеустремлённые. Наоборот, вы знаете, что вы хотите, как вы будете решать вопросы, к чему вы стремитесь, что в итоге вы сможете получить. То есть у вас вот наоборот очень такой хороший настрой, что и много трудиться на этой неделе, и достигать именно своих целей. То есть вы очень долго что анализировали, вы очень долго что пытались изменить в своей жизни. И именно на этой неделе, наконец, идут процессы. Понимаете? То есть идут большие изменения. И благодаря вот увиденным результатам вас это будет ещё больше, вы знаете, вот подстёгивать и двигаться дальше, и уже решать какие-то более, знаете, такие глобальные какие-то задачи. То есть вот идёт именно такая линия. На самом деле у вас неделя идёт просто замечательно. Единственное, что может быть, это немного переутомления. Максимально просто будете сосредоточены, активны на важных задачах. Поэтому здесь очень важно выбирать время для отдыха. Очень важно, чтобы можно было потом дальше сосредоточиться на самых важных задачах для себя. Не забывайте о своём здоровье. Не забывайте именно и об отдыхе, и о себе непосредственно. А вот, знаете, может быть такой момент, что вы будете очень увлечены как и работой, так и домом, так и достижением именно каких-то вот очень таких значимых задач. То есть какого-то исполнения желания. Но вы сможете на этой неделе получить. Вас эта неделя будет очень радовать. Будет очень много приятных эмоций, очень много приятного общения для вас. Возможно, что приедут родственники, приедут знакомые в ваш дом. И будет очень много вот именно внимания и интереса в вашу сторону. Вот такая позиция просматривается. Очень хорошо будет неделя для укрепления отношений. То есть когда было какое-то недопонимание, были какие-то моменты, то идёт ситуация, что вы будете укреплять отношения на этой неделе. И даже если что-то на этой неделе идёт не так, это не значит, что будут рушиться ваши планы. Нет, наоборот, идёт такая ситуация, что вы просто будете перестраиваться, подстраиваться под какие-то обстоятельства, которые всё равно приведут к нужному результату. Именно к важному результату, в первую очередь для вас. Поэтому просто делаем то, что вы делаете. Просто идите вперёд, не обращая внимания ни на что, потому что вы очень долго шли к этому. И именно на этой неделе будут определённые результаты. Это у вас так. Так, это у нас с вами были козероги. Теперь мы смотрим в отдалении. Вот, вот. так водолев наоборот эта неделя идет там больше знаете как переосмысление то есть произошедшего что было в прошлом да и стремление к переменам вы наоборот а как-то вот устали за что-то бороться и не получать результатов вот как-то устали и вы наоборот а сейчас будете стремиться вот все перевернуть своей жизни но в первую очередь вы должны разобраться в себе особенно важно в этот период избавиться от такого негативного настроя да не думать о плохом о том что было в прошлом определенные какие-то неудачи очень важно настроиться на хороший лад определиться с определенными новыми целями определиться со своими намерениями и просто проявлять больше знаете такого стремления вот все изменить очень много будет новых людей вашей жизни на этой неделе то есть здесь постарайтесь быть больше открытыми это вам позволит максимально знаете как-то вот более удачно решить какие-то вопросы потому что другие люди вот другие эмоции да то есть вот другая энергия все это вам позволит ну как-то вот укрепить уже такое свое положение и не думать о плохом то есть то что было в прошлом вот окружающие они будут вам помогать вот те люди которые придут вот новые да то есть новое общение новое внимание новые интересы вот знаете вот еще идет такой момент что как раз вот благодаря своему опыту вы сможете вот перестроиться для вас конечно будет очень трудно потому что это больше идет как на ваше сознание на ваш внутренний ресурс что вам очень тяжело перестраиваться то есть менять свои позиции менять свой настрой свой внутренний да вот именно свое внутреннее состояние но вот благодаря на этой неделе вот этой перестройки что вы перестраиваете свое отношение перестраиваете свои позиции, вы полноценно начинаете всё переворачивать, полноценно начинаете всё менять. Вы обязательно придёте к такому состоянию богополучия, такому состоянию, что вас будет радовать очень много моментов. Но не нужно бояться этих перемен. Возможно, что это нужно. Знаете, вот здесь вот такой решающий шаг вперёд, чтобы можно было максимально прийти к гармоничной жизни. И вот именно на этой неделе наступило время. Вот у вас так. Это вот были водолеи. Теперь мы смотрим рыбки. Так, смотрите, что получается у вас. Вы как-то будете сомневаться в правильности своих действий. Либо ещё идёт такой момент, что вы будете разрываться между двух дел. То есть это могут быть какие-то рабочие поездки. Это может быть и дом. Либо вы будете на этой неделе жить на два дома. Ещё такой может быть момент, что вас немножко это будет, знаете, как опечаливать, расстраивать, что справитесь, не справитесь. Но вы справитесь совсем абсолютно. Здесь самое главное — спокойно ко всему относиться. Понимаете, то старайтесь спокойно на всё реагировать. И спокойно, в спокойной обстановке, в спокойном состоянии решать вопросы. Потому что именно в спокойном состоянии вы сможете максимально сосредоточиться и легко решить вопросы. Даже если вам поначалу будет казаться, что всё трудно и сложно. Если вы не соберётесь с мыслями, то вот эти эмоции могут привести к негативным последствиям. Чтобы этого избежать, вам на этой неделе важно научиться управлять именно своим внутренним состоянием и своими эмоциями. Тогда благодаря этому вы спокойно решите все вопросы. То есть у вас хватит и времени, и сил на всё абсолютно. Неделя очень удачна для решения каких-то вопросов, связанных с домом, связанных с семьёй, связанных именно с финансовыми вопросами. То есть если вы не знали, предположим, откуда взять деньги для ремонта, либо поломка какая-то случилась внезапно, и что делать. То есть всё будет решаться благополучно. Не нужно паниковать, переживать. Потому что, ну, может быть такой момент, но если вы успокоитесь сразу, то быстро придёт решение, быстро придёт поддержка, быстро придёт помощь, и благодаря этому вы всё легко решите. Просто вот если вы будете на этой неделе постоянно находиться в таком стрессовом состоянии, то вы очень быстро будете переутомляться и не сможете сосредоточиться на каких-то важных задачах. То есть у вас всё спокойно и всё размеренно. Несмотря на то, что вам будет казаться всё иначе. На самом деле это не так. Побольше уверенности в себе, побольше вот этого внутреннего состояния, что я справлюсь, я смогу. Тем более у вас есть все ресурсы для решения вопросов. И на этой неделе вы максимально быстро решите вот любые задумки, которые вы для себя ставите. Вот идёт так. Это были рыбки. Вот такой вот у нас с вами получился гороскоп на неделю. А я вам всем желаю, чтобы эта неделя для вас была лёгкой и прекрасной. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.